Далее Христос в этой речи говорит большое наставление, как прививка против жадности, прививка против сребролюбия. И знаете, о чем в этой главе было уже сказано? Сказано, что Иисус осуждает людей, которые имели показную религиозность, потому что они хотели от людей получать какую-то славу, показная религиозность. А дальше он говорит о том опасности, которая есть, когда человек думает только о земных вещах, о деньгах, о своих земных нуждах. И это то, что взаимосвязано. И то, и то, человек думает не о Боге, не о небесах, а о земных вещах. И зачастую вот религиозность на показ, она соседствует или сопутствуется, идет вместе с духом материализма, который есть у человека. Кажется, если ты такой религиозный, то ты должен быть не о земном думать, а вот оно идет вместе. Значит, религиозность-то не настоящая, поэтому и мысли только о земном. Вторая половина главы о том, чтобы вот эта прививка против материализма. И она имеет как бы два такие действия, два составляющие. Материализм может проявиться в жадности, когда человек копит, копит, собирает, а также проявляется обеспокоенности. Когда все мысли, еще раз, только о том, что касается земной жизни. Жадность и обеспокоенность. А корень один и тот же самый. Забота о земном. Девятнадцатый стих. Продолжаем речь Христа читать. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сокровище – это ценность, то, что для меня является ценностью, то, что дорого моему сердцу, то, что я больше всего стремлюсь достичь, то, что больше всего я стараюсь сберечь, чтобы оно не пропало. Потому что это ценность, это мое сокровище. Вот парадоксально, когда для человека сокровищем влияют какие-то земные вещи, и он, естественно, хочет их сохранить, оно мало получается, потому что земное, оно плохо сохраняется. И Господь приводит примеры из жизни того времени. Они в те времена ценностями были, во-первых, одежда. Одежда очень дорого стоила. Очень дорого стоила. Влаживались деньги в одежду, богатые люди имели много одежд. Но вот цемоль, она была и тогда. И купил хорошую одежду, поставил в шкафчик, вынимаешь, оно уже дырявое. Ржа, это какая-то, ну, всевозможная, может быть, какая-то разная, не только ржа, когда металлические предметы, да, вот, а всякая, там, плесень, там, разные, там, жучки завелись, и это могло касаться и, тоже в те времена, ценностями были какие-то вещи, продукты, там, зерно. Поставил нас на хранение, там, что-то завелось и попортилось на долгое хранение, да. Ну, конечно же, конечно же, ценность всегда была, как и тогда, так и сейчас, вот, золотые, там, слитки или какие-то вещи, драгоценные металлы, там, серебро. И, ну, даже деньги в те времена это были не купюры, а это было металлы, которые, вот, чем больше он весит, тем больше он, это ценность этих денег, весит эти деньги. И деньги хранились, как правило, дома, это серебро или золото хранилось дома. Когда жил Христос, не было ни одного еще банка, такого, как сейчас есть. И люди зачастую хранили дома, а дома были такие простые, не без бетона, сделанные на глине и все. И легко можно было в Ору залезть в тот дом, побраться, подкопать и это все достать и ограбить. Поэтому, как бы, мир был такой, что, то, что ценно, но потерять его было легко. И оно все равно, в той или иной мере, терялось. Сейчас, может быть, немножко защищенность лучше. Вот, моли, у нас есть какие-то там яды, и вот мышей можно поставить, какие-то мышеловки современные. Можно поставить деньги в банк, там, вроде бы, надежнее, но и в банк, кто знает. Ну, конечно, в Украине ничего нет надежного, но не только в Украине. Инфляция, она везде инфляция. Ты поставил одну сумму, она, вроде бы, что-то там увеличивается, но инфляция создает ее скорее, чем она увеличивается. То есть земные вещи, они, ценности, они все равно теряются. Господь говорит, если мы то, что собрали на небесах, то как на небесах собрать? Когда мы потратили земные ценности, или нашу земную силу, земную энергию, время, на то, что ради Бога сделано. То, что Богу приятно, то, что Бог нас побуждает делать. И это Бог защитывает нам. И это у Бога наши добрые, что мы сделали ради Него, сохраняется. И там оно не портится, не исчезает, инфляция не седает. Но только оно накопляется, оно ждет, оно сохраняется. Больше того, где твое сокровище будет поставлено, туда пойдет и твое сердце, как бы твоя жизнь. Как бы сердце твое потянется к тому, как металл к магниту. Потянется к тому, что есть твоя ценность. Если твоя ценность на земле, оно здесь и останется. А если твоя ценность на небесах, то оно будет на небесах. Помню случай из истории Первой Церкви, Ранней Церкви, когда были гонения, большие гонения в Риме, в столице империи. И верующих выравливали. Также однажды группа солдат римских ворвалась в место, где было собрание, но в церковь, по-нашему в церковь. И увидела там церковь людей собранных. Потребовала у старшего, тогда был диакон, чтобы он показал им, где они прячут их сокровища. Чтобы они их ликвидировали и забрали. А в то время в церкви были люди, были голодные люди, которых кормили верующие. Были какие-то больные, за которыми они ухаживали, там прямо они лежали. Этот диакон, его звали Лаврентий, говорит, показывая на этих больных, которых ухаживают, на бедных, которые едят. Вот наше сокровище, вот наше богатство. И это таки так. Если это наше сокровище, то, что мы делаем для Бога, это наша ценность. Вот самое дорогое у нас. Но где будет твое дорогое, убогое оно или на земле, туда пойдет твое жизнь, твое сердце. Помните, когда Иисус предупреждает нас о том, что мы были готовы к второму пришествию, когда вот наше сердце должно быть поднято, вспоминает историю жены Лотова. Вспоминайте жену Лотова. Вот чтобы не случилось так, чтобы ваше сокровище было на земле, и ваше сердце туда повернулось, и вы здесь остались. И я вас не возьму с собой. Что есть наше сокровище? Это, ну, безусловно, не только то, куда мы тратим свои деньги, но это очень яркий признак. Но также, куда мы вообще свою жизнь тратим, посвящаем. У Моисея было сказано, когда он решил оставить дворец, где он вырастал фараона и пошел за евреями, сказано, что он пренебрег этими египетскими сокровищами. Для него они казались меньше ценными, чем вот стать простым евреем, но который будет в числе Божьего народа. Быть частью Божьего народа, быть послушным Господу. Это было важнее. Мы поем псалом иногда, мой дом на небе. То есть мы хотим и планируем, и ожидаем небес. Когда вопрос, а где мое сердце? Где мое сердце? Тоже на небе? О чем оно думает? Где мои сокровища? Если мой дом на небе, то там должно быть мое сокровище, и туда мысли моего сердца должны быть направлены. Следующие слова из 22-го стиха, как бы в контексте этого разговора о материализме. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Господь говорит о зрении. Потому что проблема, оказывается, что человек теряет правильную ориентацию, видит только земное, а забывает о небесном. Проблема в зрении, в духовном зрении. Есть такая фраза, дурной глаз. Но вот здесь можно к этому привести, когда глаз не такой, как надо, когда глаз духовно испорчен. А что его испортилось? Вот эта жадность, которую он осуждает, испортило зрение, что не видит, не думает за небо, а только о земном. Нужно исправить вот это вот сердечное помысление, чтобы жизнь была оторвана от земного или направлена на небесное. Стих 24. Никто, никто не может служить двум господам, одновременно. Ибо, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамон. Ну, фарисеи, вообще, как бы, религиозные люди, когда жил Христос, и самые набожные, ну, как они думали, и священники, это были зачастую люди богатые. Почему? Потому что они к этому стремились. Когда Иисус говорил о том, что вот нужно быть щедрым, или богатство это опасно, они насмехались, говорят, что ты такое говоришь? То есть это как, если мы Богу служим, то мы будем и богатыми. У них это было как бы одно и то же самое. Что можно и Богу служить, и быть богатым. У них это получалось, ну, как получалось, они Богу служили просто только на словах. А вот сердцем служили богатству. Вот почему получалось. Когда Господь говорит, что не можете служить, это слово служить, это не можете быть рабом. Двух Господ, двух Госпон. Ну, то есть, как бы, вот в чем разница, ну, можно подумать, я же могу работать одновременно на двух хозяина. Наемником. Даже в наше время, когда нету рамства, можно быть, вот его поработал с такого-то времени, с такого-то времени. То есть, это можно быть. Ну, потому что ты нанимаешься на какое-то время, на какой-то час. А раб ты не нанимаешься на какое-то время. Раб, ты полностью, всю твою жизнь принадлежит хозяину твоему. Он тебе дает время отдохнуть, дает время покушать, но вся твоя жизнь 24 на 7. Для него. И невозможно быть рабом у двух хозяина. Это невозможно просто. Можно быть на двух работах, но не можно быть рабом у двух хозяина. И поэтому, говорит Господи, это невозможно. Если вы думаете, что у вас это получается, то получается потому, что вы у одного только по-настоящему, а у другого только на словах. Вы работаете на мамона, на этого идола богнатства, но не на Бога. Потому, что Бог ожидает от нас жизни 24 на 7. Полностью для него. Если не так, значит, вы не его. Следующий блок будет, как будто бы о другой теме, но в том же самой проблеме. О привязанности к земным вещам. Здесь мы слышали, что не быть жадным. Вот сокровище должно быть, которое мы собираем, не здесь, а на небе. А дальше Господь говорит о том, чтобы не быть обеспокоенным земным вещам. Он трижды будет говорить в нашем отрывке следующем «Не заботьтесь». Или буквально можно привести «Не беспокойся» или «Не будь озабоченным». Чрезмерно озабоченным. «Обеспокоенным». С 25 стиха давайте по 30, я считаю. Ну, может быть, кусочками. «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тела одежды?» Ну, безусловно, основнуюсь, душа, слово «душа», которое может перевестись и как душа, можете перевестись и как жизнь. Оно имеет двоякое значение. Так вот, здесь однозначно говорится о жизни, потому что для нашей души, то, что мы подозреваем для душа, ее не нужно кормить пищей. А вот жизнь наша нуждается в пище. Бог говорит, Христос говорит, что больше? Жизнь или пища? Конечно же жизнь. Поэтому и кушаем, чтобы иметь жизнь. Что больше? Тело или одежда? Конечно же тело. Мы покупаем одежду для тела, чтобы оно согрелось, было ему комфортно. Так если больше жизни тела, а кто вам дал жизни тела? Бог создал жизнь и вдохнул его в это тело, сделал его живым. Если это больше, и это не у тебя, это Бог тебе дал, то если Бог дал тебе больше, то неужели ты не думаешь, что Бог, который дал жизнь и поддерживает жизнь, Бог тебя не обеспечит, чтобы твоя жизнь имела необходимое для припитания? И Бог, который дает тебе тело, неужели Он не даст тебе необходимое тело, чтобы Он не замерзл? Если Бог дает больше, Он побеспокоится о том, чтобы это больше сохранилось? И приводится пример о том, как Бог может нас покормить из жизни и природы. 26 стих. Взгляните или подумайте, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, то есть у них нет каких-то амбаров или подвалов, да? И Отец ваш небесный питает их, вы не граждали лучше их. Посмотрите, Бог создал так же птиц, это творение меньше вас, менее ценное, чем вы, венец творения Божьего, человек. Но Бог создал птиц, дал им жизнь. И Бог создал жизнь, сделав так, что они имеют без беспокойства необходимое пропитание. Хотя вот они не думают о завтрашнем дне, они не сеют, не жнут, но ежедневно имеют пищу. Потому что Бог так делает, чтобы они имели это необходимое. Бог это делает. 27 стих. Да и кто из вас, хорошо, если у вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя бы на один локоть вот добавить росту, можешь добавить. Если ты думаешь, что ты можешь что-то себе как-то радикально о себе беспокоиться. А помните, когда человек рождается, какой его рост? Ну, там примерно 50 сантиметров, да? Рождается ребеночек 50 сантиметров. Вот такими мы были когда-то, сколько лет назад. А сейчас какие мы? Бог дал вам, мы выросли, да? Бог делает так, чтобы из маленького стали, ну, больше, чем полтора метра уже. Бог добавил больше, чем полметра нам. А мы можем что-то к этому Божьему добавить? Мы не можем. Все от Бога. Все важное от Бога. И Бог это делает. И Он даст необходимые для нашей жизни и пищу. Второй пример тоже из жизни природы, но уже об одежде. 28 стих. И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые линии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. кольми пачи вас. Насколько больше вас оно может сделать маловерой. Когда мы посмотрим на цветы, разные цветы, мы поражаемся, насколько они красивы. часто женщины, сестры более красивая часть человечества имели какие-то одежи, и на них в одежах цветы нарисованы. Это просто имитация того, насколько красиво то, что Бог сделал. Ну, Бог сделал, но он более красивее. И кого Бог так одевает? Какие-то растения, которые, жизнь которых очень коротка, вот он засохнет, его выкидают. Бог так одевает. То неужели вы думаете, что Бог вас не оденет, о вас не позаботится, что вы имели необходимое, красивое и достаточно и удобное? И признак, это говорит, мало веры. То есть, если вы об этом заботишься, переживаешь, у тебя мало веры. Ты не доверился Богу полностью. Доверься Ему. И Он сделает все необходимое, чтобы твоя жизнь в созданном теле продолжалась и была обеспечена на то время, на которое Он тебя назначил. Второй призыв «Не заботьтесь», стиха 31-го. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить и во что одеваться или во что одеться». Такие, кажется, три вопроса, которые сегодня очень часто встречаются в жизни человека. «Что будем кушать, чтобы нам одеться или чтобы иметь, потому что куда-то мне нужно пойти, а что я оденусь?» «Потому что всего этого ищут язычники». «Заботьтесь» беспокойство. Думать об этом нормально. Каждый из нас думает, что он будет завтра хотели обедать. Открывают там холодильник или думают, что нужно приготовить. Но беспокойство, озабоченность об этом, волнение об этом. Вот о чем здесь сказано. «Не волнуйтесь» об этом. 32-ое. «Потому что всего этого ищут язычники». «Потому что у язычника человека, не понимающего какой Бог, у него только все мысли об этом». «Почему у него все мысли об этом?» «Потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». «Потому что язычник не верит и не понимает, что есть Бог живой и настоящий. Этот Бог его Отец». «Потому что его идолы, которым он поклоняется, его идолы не могут о нем беспокоиться». «И он напрягается своей головой, что только он должен о себе беспокоиться». «Ну, если у тебя есть на небе Отец, Отец, который все создал, который всем правит, который все знает и обо всем думает. Милосердный Отец, и он у тебя заинтересован, и он решает жизнь, я решаю, он все устраивает, я просто в его руках». обычно если дети живут в семье, маленькие дети, он не сильно переживает, что у него будет на обед. А кто переживает? Мама знает, что нужно сына покормить. Он не переживает, пошел на улицу, играет, не думает, его позовут, его накормят. Ему тут что, одеться против школы? Он знает, что есть тот, кто заботится. То есть если у нас есть Отец такой вот заботливый, то мы можем не беспокоиться, и мы должны не беспокоиться. Мы работаем, мы трудимся, это нормально, но мысли наши не должны быть только этим заняты. А вот чем они должны быть заняты, стих 33. Ищите же прежде, вот что приоритетом должно быть наших мыслей, нашего сердца, прежде царство Божие и правда его, праведность его. И это все, вот эти земные вещи, приложатся к вам. Ищите прежде, но Бог нас создал так человека, что человек не может жить без цель. Мы разумные существа, созданные Богом, чтобы мы имели цель в жизни, и это нормально, это правильно. Но вот Бог говорит, что нужно иметь правильную цель, если цель жизни, что есть и во что одеться, это плохая цель, если цель жизни побольше накопить земных вещей, неправильная цель, цель жизни другая должна быть, более высокая, для которой мы созданы. Ищите Царство Божие и праведность его. Думай о том, как жить правильно перед Богом, как жить праведно перед Богом. Вот о чем ты должен быть занятый, не переживать, что будет завтра, чем ты будешь завтра питаться, а переживать, как жить сегодня и завтра правильно, чисто, свято. О том, как перед Богом поступать, как ему служить, об этом думай. Вот должна быть твоя жизнь, чему направлена. И тогда все пойдет как по полочкам. Если главное будет это, то тоже будет быть место, но то, которое достойно должно быть занять второстепенно, тогда оно не будет таким большим в твоих глазах, что прикроет все твое зрение, и ты не увидишь невест. Оно станет маленьким, каким оно должно и быть, а большим будет Бог и Его Царство. И последние слова в этой части речи Христа, которые мы сегодня читаем, последний призыв не заботиться. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно ли, достаточно, тебе хватит для каждого дня своей заботы. в каждом дне есть свои заботы, заботы, переживания, есть свои проблемы. Бог говорит, тебе хватит проблем сегодняшних, зачем тебе завтрашних, которые могут и не случиться. Сегодняшнее это то, что случилось, это решай. Земная жизнь, она не может быть без трудностей, она имеет у всех трудностей и забот. Но Бог говорит, это неправильно, твой мозг перегружается, у тебя стрессы, потому что ты думаешь и о сегодняшнем, и о том, что может быть завтра. Не надо думать о том, что может быть завтра. Думай только о том, что есть сегодня, это решай. Решай сложности по мере поступлений. Поступила сложность, решай. А не думай, ох, сегодня такая беда, а что может быть завтра? А завтра может быть еще хуже? А завтра может быть война? Может быть война, да? Ну не думай об этом. Потому что может быть войны не будет, а ты уже думаешь. Зачем тебе переживать о том, что может не случиться? Ты даром переживаешь. А с другой стороны, если ты даже переживаешь, что оно случится, то ты переживаешь как минимум дважды. Сегодня, когда его нет, и ты ничего не можешь изменить, и завтра, когда оно будет. Зачем оно тебе надо? Зачем тебе эта гипертония, эти стрессы? Зачем? Доверься Богу. Смотри на жизнь материальную земную в сегодняшнем дне. И этого хватит. Этого хватит. А если смотреть в будущее, то не туда в будущее, не в будущее на земле, а в будущее на небесах. материальная жизнь сегодняшних проблем хватит. Думай, если хочешь думать о будущем, о небесах, чтобы там собирать сокровища, о царстве Божьем, чтобы ему послужить. Не о пище, а о праведности, которая нужна для царства Божьего. Об этом думай, говоря о завтрашнем. Пусть твоя жизнь будет такая, если ты знаешь и веруешь в живого Бога, которым ты называешь Его Отче Наш. Ну и напоследок вспоминаю далекую историю, когда я сам начал посещать собрание, еще даже не покаялся, посещал собрание, когда я посещал собрание в церкви Карла Рашовка, не было карантина, даже не было Украины и Молдовы, был еще просто Советский Союз. Была одна сторона, и уже был поиск Бога, и когда попал туда в собрание, очень понравилось, простое, евангельское собрание, а что было таким очень важным моментом для моего покаяния послужило, когда я еще раз, еще не покаялся, тогда пастор Петр Федорович почему-то пригласил меня и взял меня с собой в поездку, когда они ехали в какое-то село, в глубь Молдовы, я даже не знаю, что это за село, делали там ювенализацию, в клубе проводили, ну, как бы, по-нашему, духовный концерт такой, ну, был ансамбль, был Петр Федорович, и он взял меня, я приехал с ними, и, ну, я не помню, там, было хорошее служение, но что меня поразило, поразила жизнь верующих, что они простые ребята, музыканты, которые имеют свои работы, свои семьи, но они живут другими ценностями, они думают, как Богу послужить, они берут где-то свои транспорты, тратят свой бензин, свое время, свое свободное время, едут в какое-то село, чужое село, к людям, которых они не знают, потому что они желают Богу послужить и поделиться Евангелием, для меня это было таким вот живым проявлением того, что говорит Евангелие, что есть другая жизнь, другая цель жизни, ищите прежде Царства Божьей, и все остальное, и все это приложится нам. Пусть Господь сделает нас людьми, которые ищут, но ищут, у брата Жени есть металлоискатель, он может искать даже под землей, не на земле, а под землей, но у нас должен быть духовный этот искатель, чтобы мы искали небесного, и сердце было наше там, и и мы в свое время будем там. Аминь, помолимся.